Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию серию видеопрезентаций, посвященных особенностям обновленной учебной программы по предмету художественный труд в основной школе. В данном ролике мы рассмотрим содержание и виды учебной деятельности, направленные на реализацию содержания и цели обучения учебной программы 8 класса 1 четверти. Цели обучения предмета – формирование художественно-технологических знаний, умений и навыков в различных видах творческой деятельности, формирование образного мышления, творческого воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей, развитие духовно-нравственной культуры личности. Содержание предмета художественный труд в основной школе предусматривает деление на группы мальчиков и девочек, независимо от наполняемости класса. Объем учебной нагрузки по предмету художественный труд составляет в 8 классе 1 час в неделю. Содержание учебной программы в основной школе предусматривает изучение учебных материалов по пяти сквозным образовательным линиям – визуальное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн и технология, культура дома, культура питания. Разделы визуальное искусство и культура питания изучаются с 5 по 7 классы включительно. В 8 классе изучаются разделы декоративно-прикладное искусство в первой четверти, дизайн и технология во второй и третьей четверти и культура дома в четвертой четверти. При преподавании предмета художественный труд необходимо обратить внимание на следующие два аспекта. Первое. Содержание предмета, тематика и цели обучения учебной программы реализуется через проектно-исследовательскую деятельность. Второе. В одной четверти изучается один раздел. Исключением является четвертая четверть в 5-7 классах. Соответственно, в рамках четверти выполняется один проект, создается один творческий продукт. Содержание учебных, творческих проектов в рамках предмета художественный труд предусматривает исследование, сбор данных, планирование, разработку и реализацию идей, создание и изготовление. Представление, презентация и коллективное обсуждение результатов, анализ и оценка проекта. Соответственно, в рамках одного проекта, одного раздела, реализуются цели обучения всех трех разделов. Какие творческие работы будут создавать учащиеся в 8-м классе в рамках раздела декоративно-прикладное искусство, мы рассмотрим в следующих слайдах. В разделе декоративно-прикладное искусство для мальчиков, учащиеся ознакомятся с искусством мозаики, изучат виды, материалы и техники выполнения мозаики, разработают эскиз и определят необходимые материалы для мозаики, подготовят основу для мозаичного панно, выполняют мозаичное панно из различных материалов, оформят свои работы и проведут презентацию работ. В разделе декоративно-прикладное искусство для девочек, учащиеся ознакомятся с прикладным искусством казахского народа, например, щитоку, киизбасу. Они последовательно изучат материалы, техники выполнения и необходимое оборудование, разработают эскиз изделия, подготовят материалы и инструменты, выполняют творческие работы в различных техниках, декорируют и оформят свои работы, организуют выставку творческих работ. Цели обучения базовой содержания учебной программы предоставляют учащимся и педагогам право выбора объекта труда и техники работы в рамках одного раздела. Соответственно, в рамках раздела декоративно-прикладное искусство учащиеся могут выполнить разные виды деятельности и выполнить разные виды работы. Например, в разделе для мальчиков учащиеся изучают и создают мозаики из природных материалов в естественной среде, создают мозаичные композиции из строительного мусора для сада или дома, а также они могут создавать декоративное керамическое панно в технике мозаики, используя различные материалы. В таком же формате изучается раздел декоративно-прикладное искусство для девочек. Для учащихся и педагоги самостоятельно могут определить объекты труда и техники работы в рамках представленной темы. Например, учащиеся изучают технику щитуху, необходимые материалы и создают декоративное панно. Или знакомятся с разнообразными техниками обработки войлока и создают свои уникальные работы. Это могут быть декоративное панно, туз-кейс, объемные изделия и различные аксессуары. Уважаемые коллеги, в данном видеоролике, посвященном особенностям обновленной учебной программы по предмету художественного труд в основной школе, мы рассмотрели содержание раздела декоративно-прикладное искусство в восьмом классе. Думаем, данный ролик поможет вам в успешной деятельности по внедрению обновленного содержания образования и по предмету художественный труд. Спасибо за внимание!